были. И следующий бой это Сергей Черкасский из Украины и Вагран Петросян, боец из Армении. Впервые мы видим бойца из этой страны на этом ринге, потому что и в первой программе мы не видели армян. Брагрался один азербайджанец, а так в основном россияне и украинцы. Наверное, стоит представить Сергей Черкасов, он в синем шлеме, в синей экипировке, а его соперник Вагран Петросян в красном шлеме и в желтых штанах. Скажите, Петр, а как кикбоксинг развивается и развивался во время Советского Союза в Армении? В Армении, кстати, тоже дала очень многих выдающихся спортсменов и в боксе. Также в кикбоксинге есть очень сильные ребята. Один из них – это неоднократный чемпион мира. Сурен Калачан в тяжелом весе, который до сих пор выступает как в кикбоксинге, так и в боксе. Вообще в Армении очень хорошие бойцы всегда были, есть хорошая школа. Часто я их вижу на профессиональном ринге. А также бокс в Армении развивается, например, на последнем чемпионате Европы по боксу. Сборная Армения разделила второе общекомандное место со сборной России. Первое заняли украинцы, четыре, если не изменяет память, золотых медалей. И по две золотых медали были у команды Армении и у команды России. То есть на подъеме там не только кикбоксинг, но и бокс, да и вообще всегда армянский. Бойцы были довольно сильны в боксе, и в советское время было так. Их отличает быстрота и хорошая работа. Хорошо работают головой они, думающие ребята. Закончился раунд. Как вы думаете, Петр, кому можно отдать победу? По первому раунду, мне кажется, украинец выигрывает. Достаточно заметно. Он побыстрее, поинтереснее. Более гармоничен. Пока вот армянскому атлету не удается ничего сделать. Он помедленнее, и рост уже на стороне украинца. Более грамотный он, хорошо работает передней ручкой. Хорошо украинец перекрыт. Вот он стоит в стойке, кажется, что невозможно просто по нему попасть. И он такой разноплановый боец. У него ноги работают очень неплохо по верхним этажам. Тут же он делает подсечки. Хороший вход в дистанцию. Видно, что достаточно опытный спортсмен. Ну, вот сейчас... Подскользнулся украинец. Более грамотный делал у Шира Герия удар с разворотом. Очень часто эти удары, если доходят цели, то являются нокаутирующими. Ну, все-таки, мне кажется, есть перевес на стороне украинского атлета. Есть, но несколько слов в поддержку Ваграма. Все же центр ринга остается за ним. Украинец больше действует, как мне кажется, на контратаках. Да, он контратакующего плана боец, но его удары достигают цели. Он не дает себя бить, во-первых. А во-вторых, он делает тут же очень быструю контратаку. Хорошо двигается, хорошо двигается, передвигается на ногах. Еще раз, наверное, стоит сказать, что этот чемпионат мира среди клубных команд он предварял ни много ни мало чемпионат Европы по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу-киком и Киеван, который прошел где-то примерно через месяц-полтора после этого турнира. Сейчас хорошую комбинацию провел Ваграм Петросян. Как раз ее показывают в замедленной съемке. Продолжает удар ногой. Этот турнир еще интересен тем, что можно посмотреть в действии сборную команды Украины. Я напомню, что в Португалии украинца приехало не так много. Может быть, человек там 7-8. Не больше. Ну а здесь представлена сборная Украины даже не в одном, а в трех-четырех составах. Я напомню, что этот турнир он проходит в Ялте. Он проходит традиционно в первых числах октября. Уже 8 лет проводит ассоциации профессиональных видов единоборств. Она является самой деятельной в Украине в разделах кикбоксинга тайского бокса. Кикджитсу. То есть этот турнир проходил в трех разделах. Это фулл контакт, кей-ван и кикджитсу. И тайский бокс еще. И тайский бокс. Четыре раздела. А можно поподробнее рассказать о кикджитсу? Потому что для русского уха это название может быть не совсем привычное. Потому что кикбоксом, фулл контакт, кей-ван это понятно, что тайский бокс. Понятно. А что такое кикджитсу? Двух слова. Кикджитсу это вид спорта, где разрушены броски, удушающие, болевые добивания. Но все происходит в ринге, в боксерских перчатках. Фактически те же бои без правил, только в перчатках. Давайте вернемся к тому, что происходит в ринге. Очень интересные дела творятся. Первые два раунда, как нам показалось, остались за бойцом Сергеем Черкасским. Но, по-моему, сейчас Вагран Петросян стал перехватывать инициативу. Раз за разом он попадает. Если в первых раундах он не попадал почти вообще, то сейчас... Но все-таки ему не хватает акцента и четкости в ударах. У меня ощущение, для этого и видно, что все-таки украинский спортсмен более точен. Поопытнее, скажем так, видно, что он поопытнее на ногах. Да, хотя очень молодой. Вот, сейчас неплохой. Немножко не получился удар. Если бы он получился, то мог бы быть нокаут. Видите, он чуть-чуть смазался. А так вовремя сделанный раунд-кик. Он на рефлексах сейчас чисто ушел. Черкасский. Ну что ж, очень хороший поединок. Красивый нам ребята показали. Посмотрим, кто станет чемпионом Кубка Мира. Следующий поединок на ваших экранах. Весовая передача.